Привет ребята, привет девчата, с вами вновь Виталий. Сегодня у меня такая роль будет, роль гуру, которую на себя так смело решил возложить, потому что сегодняшний видеоролик записать меня мотивировал видеоканал Руслана Татунашвили. И у него видеоролик такой есть, называется «Разрыв во времени и пространстве». Приглашение к игре. Но сегодня я буду говорить не о том, что вот о таких виртуальных понятиях, да, счастья прошлого, будущего или настоящего. Мы поговорим предметно, потому что Руслан, предметный вопрос у него какой, о том, что, к примеру, ему предстоит участвовать в каком-то мероприятии, и чтобы к этому мероприятию подойти, быть там спикером, да, ему необходимо подготовиться. И эта подготовка вызывает в нем беспокойство. То есть само событие, которое предстоит в нем участвовать, оно создает такой резонанс в твоей жизни и влияет на принятие тобой тех или иных других решений, других отраслях, своих целей, скажем так, да, направлениях твоей жизни. И поэтому Руслан говорит, давайте я сейчас буду уделить свое пространство, в свое время на такие кусочки и уделять внимание этим кусочкам. И тогда я забуду, скажем так, о своем предстоящем событии, участии в каком-то событии, мероприятии, да, которое вызывает мне волнение, тревогу. То есть или состояние страха первичного, да. И мне хотелось сегодня это видео посвятить именно пониманию, как подготовиться к такому мероприятию ответственному, да, которое требует от вас определенных навыков, определенного состояния подготовки. И в чем здесь проблема, показать, как найти здесь решение. А решение тут очень простое, скажем так. Итак, существует будущее и существует прошлое, да. Вот напишем здесь мероприятие, и какое-то происходит у нас в будущем. Ну, скажем, мероприятие здесь, мероприятие. Мероприятие, которое какое-то дата там, ну, какое-то время-то, да. Какое-то время произойдет это мероприятие. А Руслан непосредственно находится где-то, где-то вот здесь находится, да, до этого мероприятия. Если бы вы смотрели мои предыдущие видеоролики, там я давал определение, что такое мероприятие. И для вам хочу вспомнить это определение, которое гласит следующим образом. Мероприятие это ограниченное в пространстве, пространстве, ограниченное в пространстве, но в безграничном, безграничном времени событие, понимаете. Поэтому мероприятие имеет такое свойство безграничного времени, но ограниченного пространства. То есть вот здесь линейка времени, то есть Руслан думает о предстоящем мероприятии, в котором он будет спикером, как о временном событии. То есть он думает, что будет через какое-то время событие. И это событие его начинает волновать, беспокоить. Поэтому мероприятие способно проникать его в настоящее, понимаете. То есть мероприятие движется вот сюда, сюда движется к нему. И поэтому здесь он испытывает некоторые чувства, некоторые беспокойства. Соответственно, мероприятие оказывается здесь, здесь, в ограниченном пространстве. А какое ограниченное пространство Руслана, если здесь, это его собственное тело. То есть собственное тело Руслана является ограниченным пространством для этого мероприятия, которое фактически уже началось для него. Потому что он думает об этом мероприятии, он к нему готовится, он вырабатывает там речь, какие-то, допустим, там слайды готовит, еще что-то делает. То есть предметно этим занимается. И это его беспокоит. Правильно ли подготовился, правильно ли сделал, он об этом думает. И, соответственно, это мешает ему в настоящий момент участвовать в других каких-то, в других каких-то моментах жизни, когда до этого мероприятия важно для него. То есть это состояние подготовки к этому мероприятию влияет на него уже здесь. Потому что мероприятие способно передвигаться во времени. Достаточно беззаботно. То есть он попадает сюда в человека, и человек становится пространством, закрытым пространством, ограниченным пространством для этого мероприятия. И что сделать, что мы можем сделать в этой ситуации, когда, когда получается, что получается? Мероприятие, мероприятие, теперь оно находится в будущем. Будущее, да? А Руслан по отношению к этому мероприятию находится уже в прошлом. Он находится в прошлом. Теперь мероприятие определяет его жизнь. Мероприятие определяет жизнь. Оно влияет на его жизнь. Не совсем позитивным образом, да? Что мы можем в этом случае порекомендовать Руслану? Как можно эту ситуацию перевернуть в свою сторону? А это очень легко сделать. Из определения, которое я сказал о мероприятии. Мероприятие это ограниченное в пространстве, но безграничное во времени событие. Поэтому, событие, слово слышим, поэтому нам надо сделать что? Чтобы начать управлять событием. То есть управляющим рычагом для мероприятия является событие. Что такое событие? Я не буду сейчас определить событие. Скажем так, что определение события. Событие происходит всегда в настоящий момент. Прямо сейчас происходит событие. И что надо сделать, Руслану, чтобы начать управлять мероприятием? Надо создать какое-то событие на основе этого мероприятия, будущего, сейчас создать. Какой простой наук? Вот я сейчас что делаю? Я записываю на этот фотоаппарат небольшой, да? Какую-то речь. И эту речь, вот, Руслан, можно так же записать, стоя перед фотоаппаратом, да? Который он хотел произносить на мероприятии. Который он хотел спикером быть. Он ее прямо сейчас встает и произносит вот в этом пространстве, вот в комнате, вот сюда. Прямо вот сюда. Либо, что он может делать? Он может свою там кошку, кошку посадить перед собой. Кошке рассказывать это событие, рассказывать, как оно будет. По его представлению, да? Либо, другой вариант, собрать там каких-то знакомых, друзей, какому-то там антикафе, да? Собрать там и между... Короткую речь там сказать об этом мероприятии, как он увидит, что будет там происходить, и как он себя там будет подавать, да? То есть, определенная тренировка, скажем так, выработка определенного навыка, навыка управления мероприятием с помощью событий, которые происходят прямо сейчас. Вот тогда, тогда, вот этот, Руслан, избавиться, избавиться от проблемы, от проблемы настоящего момента, от проблемы страха, беспокойства о будущем, или о своем прошлом, как повлияло прошлое его на будущее, или на настоящем, тогда он будет управлять с помощью события этим мероприятием. То есть, тогда вся эта линейка будет выстраиваться под него, потому что он будет управляющий рычаг у него, события. Другой способ, более эффективный способ, Руслан берет и едет куда? Едет туда, в место, в место, да, есть какое-то место, да, какое-то место есть в будущем, то есть, есть то пространство, где будет проходить это мероприятие. Это может быть конференц-зал, там, какое-то, какое-то заведение, там, да, или, то есть, непосредственно сам перемещает свое тело, свое тело перемещает в то место, где будет находиться мероприятие. Если там мероприятие занято в помещении, да, то поучаствовать в каком-то другом мероприятии, как участник, посидеть, как бы, купить билет, посидеть, послушать, находиться в этом пространстве, или попросить там, дать время, это обязательно отдается время участникам, но заранее приехать на это, на это помещение и там, как бы, выступить с микрофоном, с небольшой речью какой-то там, подготовительной, и то подобное, да, то есть это самый эффективный способ переместиться в это пространство, где будет находиться, проходить мероприятие в будущем, и тогда окончательно вы будете управлять этим событием, вот этой линейкой, то есть ваше настоящее будет, вот здесь присутствовать постоянно, настоящее, когда в ваших руках будет рычаг, рычаг события, которое происходит в настоящий момент, поэтому определение настоящего момента может быть только одно, в настоящий момент всегда происходит событие, и если вы участник этого события, или вы его инициатор, или вы его совоучастник, или вы наблюдатель этого события, то вы всегда находитесь прямо в настоящем моменте, мероприятие, отдаленное от вас, становится, как бы, путеводной звездой, Но вы управляете своим настоящим моментом, мероприятие уже не мешает вам, потому что в настоящем моменте очень мало места, очень мало места. Там даже вам одному мало места, там очень, так сказать, определение настоящего момента единственное, то есть это место всегда единица, единственное место. Туда никому больше не зайти, в это место, кроме вас. Вы заходите в настоящий момент и все. Если мероприятие переместилось в ваше сознание и влияет на вас, и оно вытесняет из настоящего момента вас, то у вас будет проблема. Это вы не находитесь в настоящем моменте. Вы находитесь в вашем прошлом, либо он вытесняет вас, это мероприятие, которое постоянно находится в вашем сознании, и вы о нем думаете. И беспокойство о вашем будущем, потому что вы не можете управлять своим будущим, потому что мероприятие здесь находится в настоящем моменте. В настоящий момент управляет, как речать. Поэтому, еще раз повторяюсь, вам необходимо создавать, что создавать? События на основании будущего мероприятия. События могут быть совершенно разные, начиная от чего? Подготовки внешнего вида к событию и советов с кем-то, разговоров с кем. То есть какую-то там рубашку я делаю или как я там буду выглядеть, как мне там подстричься, что мне сказать. Правильная у меня дикция и тому подобное. Общаться с людьми, выступать перед на камеру, увидеть себя, каким ты будешь там. И тогда вы начинаете управлять в настоящий момент всегда. Это правило. Итак, для того, чтобы ваше мероприятие, на котором вы участвуете, было эффективным, вы должны подойти к нему, как участник этого мероприятия, шагнуть в него к естественным путем. То есть, естественно, это не такой-то открылся занавес, и там овации или не овации, или вы людей боитесь, или зала боитесь, и вы падаете в обморок, да, от волнения, от вас сердце бьется. Почему произойдет? Потому что мероприятие вами управляло все, и вы подошли к нему уже в состоянии стресса, понимаете. А вы должны управлять им, находясь здесь постоянно, каждый день управлять им. Поэтому вы будете находиться в настоящем моменте один. И вот так, дорогие друзья, сегодня, благодаря Руслану, вот этому нашу виле, я так вдохновился рассказать вам о том, как подойти к мероприятию, как использовать рычаг события, происходящего в настоящий момент, для влияния на ваше успешное, эффективное участие и выступление в мероприятии, которое находится в будущем, и оно на вас оказывает влияние в настоящий момент. Вот, для этого, я вам еще раз повторяю, надо переместить мероприятие в небольшое пространство здесь, выместить его из своей головы, из свое сознание, сделать его маленьким микро-таким мероприятием для отдельных людей, для предметов, неважно, что вам близко, и создать такое небольшое маленькое событие, и каждый день это событие развивать, каждый день. Итак, дорогие друзья, пока, с вами был Виталий, сегодня я буду в роли гуру, индийского такого, да, который объясняет, что такое настоящий момент, и как его правильно использовать для эффективной, плодотворной деятельности в мероприятии, в будущем, которое может доказать нас влияние. Итак, пока, надеюсь, вам было это интересно. Пока-пока.